Доброго времени суток, уважаемые друзья, меня зовут Перпетум или же Александр, и сейчас мы с вами поиграем, возможно, в очень красивую игру под названием Дюр. Я лазил по интернету и наткнулся на эту игру, и, конечно же, описание меня просто очаровало. Там было написано, что мы будем играть за ржавый кусок металла, который с помощью скрипки может поднять окружающую среду сюрреалистического города. И, в общем-то, описание довольно многообещающее, за кого я только не играл за время своей игровой карьеры, но за ржавый кусок железа мне еще не приходилось играть. И, надеюсь, игра себя оправдает, и, действительно, игра будет соответствовать описанию. Надеюсь, что она мне понравится, потому что все так люблю, и, в общем-то, психоделие — это мой конек отчасти. Такс, ну что ж. Сделал глоток воды, чтобы легче говорилось, и, в общем-то, вот мой ржавый кусок железа, за который я и буду играть. Где я нахожусь и что вообще происходит, я не знаю. Но у меня за спиной есть смычок, а вот скрипки как раз-таки нет. Оба-на, вот, собственно, и эта скрипка. Видимо, с помощью этой скрипки как раз-таки я и буду проходить игру. Окей, посмотрим, будут тут враги, или это просто будет бродилка какая-то по непонятной местности, я не знаю. Но, но-но-но-но-но, по-моему, вот, кстати, и первый враг. Выглядит он довольно устрашающе, к тому же у него есть когти, и он похож на собаку. На какого-то такого своеобразного бульдога. Куда он убежал, братан? Ты чего-то убегаешь. Ну, но это красиво, да, действительно, выглядит все довольно красиво. И вот эта штуковина, как гигантский маятник каких-то часов. Что вообще происходит? Что это за огромный механизм? И, видимо, мы являемся частью этого механизма, частью этого города. Ой, черепки, 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 черепочечки. Так, куда идти, куда идти, что нужно делать? Так, стрелка мне указывает туда, вниз, но прыгать в обрыв мне, честно говоря, не сильно хочется. А, блин, управление здесь такое отвратительное, что просто охренеть можно. Реально отвратительнейшее управление, просто отвратительнейшее. Давненько я в играх не видел ничего подобного, ничего настолько плохого. Управление оставляет желать лучшего, а желает желать лучшего. Оу, да. Кстати, маятник почему-то остановился, и какая-то дымка начинает меня окутывать. Мне это не сильно нравится. Что нужно делать? Надо убегать отсюда, я полагаю. Но я просто уперся в стенку, я не могу двигаться. Отвратительнейшее управление, я не перестану это повторять. Жесть, эту игру будет очень сложно проходить. Управление просто жесткое. Именно жесткое. Так, ладненько, ладненько. В принципе, я должен играть в эту игру следить не за управлением, а за происходящими событиями. За тем, что здесь происходит. Потому что, по идее, здесь должны происходить довольно красивые, яркие и красочные сказочные события. Ну что ж, для того, чтобы начать играть, нужно нажать на shift. Ну, музыка играет довольно красивая. Не знаю, ребята, слышите вы ее или нет. Я обычно стараюсь выкручивать громкость для того, чтобы не получить этого страйка и предупреждения. Потому что иногда такое случается. Оба-на. С помощью мышки я могу поднимать платформу. Оба-на. Эм. И куда теперь нужно идти? Вниз туда? Стрелка показывает туда. Окей, пойду туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Еще бы чуть-чуть, и я бы просто не выжил. Оба-на. С помощью скрипки я могу поднимать блоки. И за счет этого геймплей улучшается. Становится более разнообразным. К тому же, по всей видимости, здесь есть физика. И блоки начинают подниматься ровно тогда, когда я к ним подхожу. И даже ударяются друг об друга. Надеюсь, меня никакой из этих блоков раздавить не может. Было бы неприятно. Хотя давайте проверим. Так, я встану прямо под блок и... Нет, раздавить он меня, к сожалению, не может. Ну, в общем-то... Эм, посмотри сюда. И дорога. Ну что ж, давайте нажмем. Кстати, тут даже установлен микрофон. Чтобы я играл, и звук попадал в этот микрофон. Бился о диафрагму. И чтобы звуки разносились, видимо, по этой... По этой вселенной. Уж никак язык не поворачивается назвать это место городом. Блин, что это вообще за место? Мне, честно говоря, хочется узнать. Хочется узнать. Что это за дымка? Видимо, возможно, возможно, у меня есть догадки. Произошел апокалипсис. Дело в том, что люди загрязняли, загрязняли, загрязняли атмосферу. И теперь вся атмосфера загрязнена. Жизни просто нет. Остались только какие-то камни, металлические запчасти, части. И, в общем-то, все. И тупо газы. Газы, которые загрязняют нашу атмосферу. И, в общем-то, я одушевленный кусок металла, который путем радиации, излучения радиации на меня ожил. И научился играть на скрипке. И решил восстановить этот бренный мир. Или, возможно, я изобретение какого-нибудь безумного ученого, как в мультике 9. Вы ведь помните, смотрели кто-нибудь из вас мультик 9, где чувак создал кукол, которые должны были восстановить атмосферу и, в общем-то, живой мир. Ну и, конечно же, в мультике им это удалось сделать. На то это и мультик. Как бы он должен хорошо заканчиваться. Довольно прикольный мультик. Задумка мне казалась интересной, но я ждал от мультика, честно говоря, большего. Оба-на. А вот, кстати, и этот песик. Привет, песик. Давай с тобой поиграемся, что ли? Я не знаю. Куда ты убегаешь, братан? Куда ты убегаешь, братан? И что вообще происходит? Все? Че? Ребят, ну что, это все разве? Ну как-то совсем уж грустно, совсем уж печально. Я-то ожидал от этой игры чего-то прямо вау. А разработчики на скорую руку сделали какую-то, ну, я не понимаю, что они хотели показать этой игрой. Если бывает, я играю в игру, которая на 5 минут, но мне становится, в принципе, понятно, что хотели показать разработчики. И зачем они вообще делали эту игру. Здесь мне, честно говоря, пока непонятно вообще ничего. Может быть, эту игру будут продолжать делать, и что-то изменится, и как бы она мне будет нравиться. Но пока-пока я не могу сказать, что это шедевр. И вообще, что он претендует на что-то такое интересное. Музыка, когда играешь на скрипке, прикольная. Если я был прав по поводу задумки, тоже задумка вполне себе, вероятно, хорошая. Но пока-пока реализация хромает. А управление это вообще, это просто что-то жесткое. Этим управлением нужно пытать людей. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо, ребята, за просмотр. Если у вас есть какие-нибудь интересные, необычные игры с очень интересной смысловой нагрузкой, и, пожалуйста, скидывайте мне их в личку на Ютубе, ну или ВКонтакте, где вам будет удобнее. И я обязательно в них поиграю. До новых встреч, друзья. Удачи и пока.